Если же скажут тебе Что это за три основы, которые являются обязательными для человека понять их и выучить их? Если зададут тебе такой вопрос, тогда скажи Эти три основы заключаются в том, чтобы раб познал своего Господа в один и свою религию Он обидел его Мухаммадом и пророка его Мухаммада То есть чтобы человек познал того, кто его создал Чтобы познал религию, которую тот, кто его создал, ему послал И чтобы он узнал пророка, посредством которого он мог достичь Всевышнего Аллаха То есть посредством познания его пути И тому, что он пойдет по этому пути, он достигнет его цели своей То есть довольствия Всевышнего Аллаха Поэтому если тебе скажут Скажи, мой Господь Всевышний Аллах, который создал меня Точнее, Раббани, который воспитал меня И воспитал все миры своими милостями И именно раз он один меня воспитал Так и создал меня из небытия в бытие Он один является тем, кому я поклоняюсь И нет у меня объекта поклонения, кроме него А довод на это слова Всевышнего Хвала одному Аллаху, который воспитал все миры Так или является Господом миров А все, что кроме Всевышнего Аллаха является миром Так или нет, миром И не является, то есть не является сотворенным и не является творцом А я являюсь одним из этого мира Говорит Хаиза Килляляк, а если же скажут тебе Посредством чего ты познал своего Господа? Тогда скажи Соколь, тогда скажи И все, что между ними Вот Данилю Каулю Та'ала сказал Всевышний Аллах А из его знамений Ночь и день и солнце и луна Так не поклоняйтесь же солнцу и не поклоняйтесь луне А поклоняйтесь кому? Одному Всевышнему Аллаху Или совершайте земной поклон только ему одному Ведь именно он сотворил их Если вы ему одному желаете поклоняться И сказал Всевышний А почему он ваш Господь? Потому что он сотворил небеса и землю За шесть дней И после этого возвысился над троном То есть над теми небесами И при этом он покрывает ночью день То есть ночь следует за днем Постоянно и быстро Не бывает такого, чтобы пришел день И после него не пришла ночь И именно он создал небеса, солнце и луну И починил звезды своим приказом То есть не только ему принадлежит приказ И принадлежит ему запрет Благодарак Аллаху, Раббул Алимин Благославив же Аллах, Господь миров Говорит, Раббул Алимин И Господь является тем, кому ты поклоняешься Вот Далилу Каулу Тааля И довод на это слова Всевышнего Который сказал Я и он нашим Раббул Раббакум Овые люди, поклоняйтесь вашему Господу Что из этого я-то ты берешь? Потому что недостаточно, чтобы человек Просто признавал, что Всевышний Аллах Его Господь А нужно, чтобы он еще ему поклонялся Так как если он признает, что один Всевышний Его воспитывает Отсюда вытекает, что он один Заслуживает поклонения И если бы не Аллах, тебя вообще бы не было Так, поэтому Всевышний заслуживает того Чтобы ты посвятил ему жизнь Ему Так, если бы не он, тебя вообще бы не было То есть ты, по идее, ничего при этом не теряешь Понятно, нет? Поклоняйся Аллаху, ты ничего не теряешь Так как если бы не он, тебя бы вообще не было Поэтому говорит Я и он нашу буду Раббакум Овые люди, поклоняйтесь вашему Господу А зачем мы ему должны поклоняться? Говорит Ведь он создал вас И тех, которые были до вас То есть ваших отцов Посредством которых родились вы А если бы он не создал тех, кто был до вас Тем более не было бы у вас Так? Ла Аллахум Таттакун Может быть вы станете Богобоязненными Аллахиди Аллахум Арба Фираша Это он тот, который создал для вас землю Или сделал для вас землю Ровный И сделал для вас небо Зданием Так, то есть высокие небеса построил над вами И не спасал с этих небес вам воду И этой водой Вывел вам из земли Плоды, которыми вы питаетесь Не делайте же всемышним Аллаху равных В то время как вы все это знаете Что значит не делайте Всевышнему равных Кто скажет Уральшиты, то есть которые жили во время пророка Салаллаху Саламу Считали ли, имели ли они убеждение Что кто-то равен Всевышним Аллаху абсолютно Во всех отношениях Нет, так или нет Более того, никто никогда на земле не считал такого Даже фарон не считал, что он равен Всевышним Аллаху абсолютно Понятно ли, нет? Не говоря уже о ком-то другом То есть каждый человек знает Когда Всевышний Аллах ему говорит Не делай Аллаху равных Это не означает, что не делай Аллаху равных во всех отношениях Потому что нет такого человека, который такое делает Имеется в виду Не делай ему равных В том, что ты начнешь поклоняться кому-то Так же, как ему начнешь поклоняться Понятно ли мне? Или в том, что ты начнешь считать Что кто-то обладает какими-то качественными творениями Аликсасалам Так же, как обладает имя Всевышний Аллах Так или нет? Как, например, Суфий, который призывает, допустим, какого-то праведника, умершего Бадалы или другого, тогда как Бадалы лежит в Санте, в Мисре, так, в Египте, а он находится где-нибудь где, в Пакистане, например, и он его призывает, о чем это говорит, что он считает, что этот Бадалы, несмотря на то, что находится за несколько тысяч километров от него сейчас, что он его слышит, причем обращается он к нему на пакистанском языке, а Бадалы был кем? Египтянином. И он считает, что этот Бадалы понимает его язык, так или нет? При этом они стоят 20 человек и каждый призывает своей мольбой, то есть он имеет убеждение, что Бадалы слышит их всех одновременно, различает их языки, различает их голоса и еще успевает всем им ответить, так или нет? Что это говорит? Это говорит о том, что человек имеет убеждение, что Бадалы подобен Всевышнему Аллаху в некоторых из качеств Господства, так или нет? Как те качества, что он слышит издалека, так? Или понимает разные голоса и способен различить разные голоса, которые произносятся одновременно и способен ответить на это. То есть смотри, сразу в четырех качествах, которыми обладает только один Всевышний Аллах, он приравнивает этого Бадалы к Аллаху. Соответственно, он этим делает чего? Этого Бадалы равным Аллаху. Несмотря на то, что если ты его спросишь, считаешь ли ты, что Бадалы подобен Аллаху во всех отношениях? Он скажет, нет, конечно, так или нет? Это был человек, а это Аллах. Разница есть или нет? Есть. Есть или нет? То есть поэтому, когда Всевышний говорит, и не делайте Аллаху равных, не означает, что не делайте подобных Ему во всех отношениях. А имеется в виду, не делайте подобных Ему в тех качествах, которыми обладает только один Всевышний Аллах. И в тех действиях, которые заслуживает Всевышний Аллах, чтобы делали с Нему одному, так как Он один обладает качествами, которыми Он один обладает. Понятно ли мне? Говорит в Антар-Таляму, в то время, как вы знаете. После приведения этого аята, Ибн Касир сказал, Тот, кто сотворил все эти вещи, то есть какие вещи? Небеса, землю, вак, и тех, кто был дават, и так далее. И не спасал Он воду, и вывел, имею плоды. Творец всего этого является чем или кем заслуживающим или достойным на то, чтобы Ему одному посвятили свое поклонение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...